Юли ушел из жизни классик фантастической прозы Евгений Вайскунский. Ему было 98 лет. Свой творческий путь он начинал как военный корреспондент, но всесоюзную славу получил, объединившись в литературный дуэт со старшим братом. О творческом пути писателя расскажет Наталья Кравченко. В юности Евгений Вайскунский любил писать письма своей будущей жене Лидии Листенгартен. Да так увлекся, что стал писателем. Войну он встретил 20-летним мальчишкой. В 41-м попал на полуостров Ханку. Он стал первой советской военной базой, расположенной за пределами страны. Ночь эвакуации в Кронштадт стала самой страшной в жизни писателя. Он находился на турбоэлектроходе Иосиф Сталин, когда один за другим прогремели четыре взрыва. Корабль начал уходить под воду, а вместе с ним и боевой дух товарища Вайскунского, поэта Михаила Дудина. Давай застрелимся, я не хочу и не буду кормить рыб, умолял он. В итоге спаслись на проходящей мимо тральщики. Все эти дни меня покидает мысль о себе. Поистине, великие испытания приходится проходить нашей любви, милые мои люди. Но я знаю, ты сильна духом, и слава утешения звучали бы фальшиво. Всю войну Евгений Вайскунский прослужил на Балтийском флоте. Работал военным корреспондентом, редактором газеты. После демобилизации окончил литературный институт имени Горького. В то, что он стал не поэтом, фронтовиком или реалистом, а фантастом, свою лепту внес двоюродный брат автора Исайлу Казьянов. Он работал инженером и писал книги со скучными названиями вроде «Скоростная прокладка подводных турбопроводов». Соединившись в едином творческом порыве, родственники совершили революцию в литературе. Сначала был роман «Экипаж Меконга». Однажды в родном Баку Вайскунский выходил с сыном из цирка. Они услышали на перекрестке виск тормозов и увидели, как из-под колес вынырнул человек. В одном из интервью писатель вспоминал, что тот мужчина показался бесплотным, будто прошел сквозь кузов грузовика. Идея проницаемости физических предметов показалось братьям занятной. Так они решили написать роман. Книга вышла в 1962 году под редакцией Аркадия Стругацкого. Дебют стал одним из самых ярких литературных событий 60-х. А престижный британский журнал «Фаундейшн» назвал роман одним из интереснейших событий в советской научной фантастике. Из-под пера братьев вышли романы, ставшие классикой советской фантастики. «Очень далекий Тортес», «Плеск звездных морей», «Урцин Шама» и «Незаконная планета». После смерти Лукодьянова Войскунский обратился к своей юности. Стал писать реалистические романы о войне. Последний из них, «Балтийская сага», вышел в 2018 году. Но для большинства читателей они с братом так и остались звездами советской фантастики, в которой сошлись литературный дар Войскунского и техническая подкованность его брата.